Об этом ежедневном ритуале смывания денег в трубу на Калинина 3 мы рассказывали уже в предыдущих выпусках. Однако на днях жители многострадального подъезда, которые уже 5 лет живут без горячей воды, почувствовали легкое потепление в кранах. Еще недавно температура воды была всего 27-35 градусов. И вот небольшой прогресс. Вчера и сегодня идет как раз вот эти 45 градусов после спуска где-то минут 5. Ну то есть это литров где-то 15 нужно спустить. Идет градусов 45 горячая вода, так мы ее называем горячей. Мы рады этому. Без примесей холодной воды мы используем ее как горячую. С холодной мы не пользуемся. После вашего репортажа приезжала комиссия составом из тепловых сетей. Они были там с администрацией, с управляющей компанией. Они опять прошли, замерили все температуры. Наверное, в 50-й раз будет принято решение, но решение так и не принято. До сих пор никаких ни бумаг, ни ответов. Почему в кранах все-таки пошла какая-никакая, но горячая вода? Ведь ранее в управляющей компании нам говорили, четвертый подъезд в доме на Калинина 3 – тупиковая ветка. Здесь плохой водоразбор. Причем, как считают в управляющей компании, эта ошибка допущена еще при строительстве дома в середине прошлого века. Однако жители возражают. Проблемы начались только 4 года назад с приходом новой управляющей. Наша горячая вода идет из соседнего дома, Калинина 5. 80 градусов или около того была температура в бойлерной пятого дома. Тогда, как на термометре в нашем подвале, на входе в наш дом, она была 57. Вот можете себе представить, какое грандиозное количество тепла теряется на нескольких вот этих метрах. Видимо, проблема может быть зарыта в земле. Тем не менее, коммунальщики уверены, у людей есть два выхода – либо пожизненно пользоваться водонагревателем, либо установить циркуляционную трубу за свои деньги. Речь идет не об одном миллионе рублей. Через несколько дней в доме произойдет плановое отключение горячей воды. И у людей есть опасения, что потом все пойдет по старому сценарию. То, что должно быть горячим, станет холодным. Я могу ошибаться, но мне так кажется, что если увеличить давление и температуру подачи, то проблема будет решена. То есть идет экономия со стороны, может быть, тепловой сети, я не знаю, как там, не хочется в сговоры кого-то объединять. Но, по-моему, это проблема в этом. Какой же выход из ситуации видят в местной администрации и в управляющей компании, жителям пока непонятно. Это попытаемся узнать мы, но уже через официальный запрос. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.